Девочка-пай 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 Я, Поликова Людмила Константиновна, хочу рассказать о своём отце, Костюхине Константине Дмитриевиче. Его пути, военного пути человека, лейтенанта, старшего лейтенанта. Ему нравились строчки из «Реквиема». В советской музыке это название носит некоторые вокальные симфонические произведения с русским текстом, посвященным памяти народных героев. Дмитрий Ковалевский написал музыку к словам Роберта Рождественского. И этот «Реквием» Роберта Рождественского называет «Вечная слава героям». Памяти наших отцов и старших братьев, памяти вечно молодых солдат и офицеров Советской армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны, посвящается. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной. Каждые секунды, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли. Помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о погибших. Помните, встречайте трепетную весну. Люди земли, убейте войну, прокляните войну. Мечту свою отправляя в полет, жизнью напомните. Ну, а тех, кто уже никогда не придет, заклинаю, помните. Мой отец, Костюхин Константин Дмитриевич, прошел дорогами войны от... Я бы так начала свой рассказ. Но здесь остановлюсь. Почему? Да потому, что как участника Великой Отечественной войны его признали только в 1961 году. Вот у меня в руках, для меня, бесценный портмоне, который подарила мама моя отцу, когда он пришел с войны. Он уже весь истертый, но отец с ним не расставался. И что же в этом портмоне? Временное удостоверение офицера запаса взамен военного билета. Нет военного билета. Во время войны случилось так, что исчез военный билет. Старший лейтенант, воинское звание. Удостоверение выдано, не подтверждено, но воинское звание. Отец, когда получил такое временное удостоверение, не мог встать с постели два дня. Он не мог это вынести. Но пришлось. Это 1961 год. Раненый пришел в 1943 году. И только ранение признали в 1982 году. И дали ему инвалидность второй группой. Причина инвалидности ранен на фронте. Прошло сорок с лишним лет. Только тогда признали ранение. А он весь такой израненный. На нем вообще живого места нет. Вся спина, вся грудь, ноги, руки. Все в осколках. Смотрим дальше. 1985 год. И вот этот непризнанный старший лейтенант в 1961 году получает орден. Орден Отечественной войны первой степени. Костюхин Константин Дмитриевич за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменовании сорокалетия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов указан Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года награжден орденом Отечественной войны. В первой степени секретарь Президиума Верховного Совета, номер ордена, номер удостоверения. И второе. Такое же орден Отечественной войны второй степени. За заслуги перед Родиной. Но ведь заслуги 1985 год. Здесь же пенсионное удостоверение участника войны. Воинское звание старший лейтенант, обл. военкомат. Вот сколько документов, которые говорят, что человек воевал. И подтверждено это тем, что он воевал. Мой отец был направлен после того, как закончил в Ереване и артиллерийское училище. Сначала он в Молдавии учился, потом вот в Армению направили заканчивать артиллерийское училище. В звании лейтенанта. Воевал в артиллерии. Был командиром батареи. Успешно шла карьера. Брали высоту за высотой. Гнали немцев, что пятки сверкали. Почему? Потому что в его артиллерийской батарее был не только он один грамотный. Ведь остальные в 4-5 классов. 10 классов редко кто заканчивал. А уж кто в институте учился, те были на редкость в артиллерийских батареях. А у него сразу два. Один в горном институте учился, другой в геодезическом каком-то. И они прекрасно знали, как делать пристрелку. Прекрасно знали план местности. И поэтому отец говорил, что не было ни одного снаряда, чтобы падал так в холостую. Обязательно поражал немцев. Обязательно поражал и батареи немецкие. Но в одном из боев его не только ранило, но и контузило. Налетела авиация, самолет. Разбомбил пух и прах всю батарею. Его так в сторону отшвырнуло, что он первое время вообще без сознания был. Вот его рассказ. Лежу и думаю, есть ли хоть одно целое орудие, чтобы в последний раз выстрелить, уничтожить хоть сколько-нибудь этих уродов. Ничего не слышно на батарее. Только где-то вдали канонады. Вдруг русская речь. Идут два солдата. Один шутник и балагур Вася, прямо как Тёркин, а другой Ваня из моей батареи после узнал. А в начале нет. Чувства и остановились передо мной, говорят, первый голос. Взять бы его и в лесок сейчас, потому что немчура пойдёт следом. Как взять второй голос? В нём, я думаю, много пудов. Первый голос. Но ведь дышит. Кладём его на плащ-палатку и несём. Спасём его. Нам звание дадут. Другой возмутил. И что ты? За звание несёшь. Не обижайся. Ну, к слову пришлось. И тут опять голос. Да иди ты в ногу. Ему же труднее, когда мы шагаем в разнобой. И я теряю сознание. Да, дошли до редкого, скорее до редкого леса, скорее лесополосы. Чувствую, что меня уже не несут, а тащат по земле. С остановками, молча. Листва у меня во рту. Кочка комариная. Я застонал. На меня шипнули. Боль невыносимая. Болит всё, особенно спина. Она стёрта. Не могу сдержаться. Мне заткнули рот, чтобы не слышно моих стонов, оторвав от нижней рубахи кусок материи. Только здесь я почувствовала, что всё у меня голо, кроме оставшихся брюк и рукавов нательной рубахи. Предупредили. Предупредили. Будешь стонать, бросим в лесу. Кругом немцы. Идём на звук канонады. Там наши. Я попеременно теряю сознание. Чувствую, что мне стало холодно. Нательная рубашка совсем вся истёрлась. Гимнастёрки нет на мне. Вижу, что руки и ноги не действуют. Шевелиться не могу. Глаза открыть нет ночи. Комари искусали. И глаза заплыли. В руках ремень. Сжимаю ремень. Что бы это значило. И вот чувствую, уже меня никто не тащит. Бросили. Первая мысль. Пролежал так, сколько ночей не помню. Вернулись солдаты. Переругались тут же. То ли совесть замучила. То ли ответственности испугались. Ведь за неоказание помощи командиру наказали. Стали опять искать свои. И вот в госпиталь полевой. Принесли. Положили меня около палатки. Врач-мужчина в очках. Зачем мне труп принесли? Но увидела, что я дышу. Сказал. Погоди немножко. Полежи тут. Сейчас мёртвых вынесут. И тебя положим. А тут комиссия. Два солдата, что несли меня, оказались перед ними. Доложили об обстановке. Проверяющие были в ярости. Как? Командиры батареи старшего лейтенанта держатся на улице под дождём. А дождь действительно был. Сливал ручками с меня. Немедленно оказать ему помощь. А тут опять вражеская авиация. Раненые, которые остались в живых. Мало. Совсем мало. Погрузили на машины. Всех в одну. И в госпиталь. Другой госпиталь. Целый год лечили. Восстановили зрение, руки, ноги. А вот разговаривать чисто не мог заикаться. Но пришёл домой. Встретил любимую. И заикание, как рукой, сняло. Но было бы одно горе, заикание. И я потерял память. Я не помню то, что было на войне. Я помню, что было до войны и после. Сбором пополам окончил Богородицкий техникум. Стал агроном. И вот жизнь моя пошла таким образом, что два месяца работаю, два месяца лежу. Потому что осколки в ноге стали попеременно выходить. Но операцию делать мне невозможно было. Потому что осколки между сухожилиями, между венами. Нужна была операция очень и очень точная. А такую мне не могли предложить.